Упражнение гимнастики йога Немножко отличается от мужской И вот Таня Назимова, преподаватель нашей студии Она вам покажет, как должен выглядеть преподаватель йоги женщина И как должна выглядеть практика в исполнении преподавателя йоги С тем, чтобы, приходя в какую-нибудь другую студию, центр или клуб Вы могли посмотреть на преподавателя и сделать для себя вывод Этот человек реально что-то может, или он может только болтать языком Упражнения очень простые И на самом деле, позанимавшись 2-3 года Большинство людей могут научиться это делать Даже если они начинают с того уровня, который нам ребята показывали Когда Вера проводила показательные занятия Видите, в исполнении женщины все это выглядит очень красиво, мягко Текучо, так ненавязчиво Сейчас Таня показывает упражнения не очень сложные Это техники из стандартного набора, который используют наши преподаватели для собственной практики Ну, у нас есть, конечно, и люди, которые давно занимаются Из клиентов студии, которые все эти упражнения делают Но в данном случае речь идет о необходимом наборе Минимальном упражнении, которое любой преподаватель, любой йога-тичер обязан уметь делать Он обязан это уметь делать Потому что иначе, какой йога-тичер? Иначе он просто болтует Это упражнение, которое включает в себя такой элемент, как лотос Ну, он является одним из самых-самых, таких ключевых, самых существенных элементов в гимнастике йога И в значительной степени умением делать лотос определяется то, насколько человек способен использовать тело Как рычаг для воздействия на эндокринную систему и на сознание Это упражнение, которое компенсирует положение коленных суставов после выполнения лотоса КОНЕЦ 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 Ну, где-то как-то вот так. Таня, спасибо большое. А, еще не все, еще не все. Ну, это классическое упражнение, оно присутствует во всех системах йоговской гимнастики. Вы его можете увидеть в книжках в большом количестве. Вот это уже точно все. Все, спасибо Тане, скажем, похлопаем. Вот такая вот ненавязчивая практика.